У нас гость эфира Сергей Парховенко. Сергей Борисович, здравствуйте. Спасибо вам, что встал. Здравствуйте, здравствуйте, друзья. Ну, Сергей, здравствуйте, да. Не успели мы показать еще одно видео, правда, от него у многих наших зрителей потекла бы кровь из глаз. Это видео, где Маргарита Симоньян говорит, хватит врать, надо перестать врать. Да, она хорошо чует, конечно, вот эти начальственные манации. И, собственно, она вчера, выпустив это обращение, явно предваряла сегодняшнее выступление Путина на совбезе, где Путин тоже говорит, нет, мы сейчас все ошибки исправим. О чем свидетельствует вот этот резкий разворот на 180 градусов, когда вся пропаганда, начиная с Симоньяной, заканчивая лично Путиным, начинает вдруг признавать ошибки, каяться, и у кого-то, непонятно у кого, требовать эти ошибки исправить? Ну, я не вижу здесь никакого особенного разворота. Это просто они как-то в очередной раз столкнулись с реальностью. Штука заключается в том, что ведь не только они врут. Они, конечно, врут очень много, и, собственно, их профессия врать. Но на следующих этажах, если отчитывать сверху вниз, тоже врут, и им тоже врут. И они вот в очередной раз сталкиваются с реальностью. Путин запустил войну 24 февраля, а 25 выяснил, что как-то реальность не совсем такова, как ему сообщали. Потом он запустил, спустя несколько месяцев, мобилизацию. Вот выяснилось, что реальность не совсем такова, как ему сообщали. Ему говорили, что все будет организовано аккуратно и разумно. Организовано неаккуратно и неразумно. Организовано через край по матерям. Ну, только надо затыкать эти дыры немедленно. Я не вижу здесь никакой особенной революции, никакого особенного как-то радикального изменения подхода. Это просто суторожные, сильные, заположные попытки как-нибудь затыкать вот эти дыры, которые образовались в ручном режиме. И, в общем, выглядит это, конечно, довольно комично. Мы видим несколько таких самых, я бы сказал, отъявленных, отпетых врунов и пропагандистов российских, которые там во всяких своих телеграм-каналах, твиттерах и так далее изображают из себя небыкновенную заботу о народе, коллекционируют эти несчастные случаи, как им кажется, вот эти перегибы на местах, сообщают, вот, смотрите, вот этого старенького доктора отпустили из военкомата, а вот этого вот человека там с какими-то ужасными диагнозами тоже вот велели ему принести анализы. И если он принесет анализы, может быть, его не возьмут на войну и так далее. Вот они сообщают об этих счастливых случаях, о том, что ему удалось спасти такого и этого. Но в действительности это только демонстрирует уровень этого бардака. Бардак действительно чудовищный. Абсолютно ожидание. Ну так вот, что будет дальше? То есть совершенно очевидно, что все эти заявления и нынешний суровый призыв Путина разобраться с перегибом и не допускать, никакого реального практического влияния на жизнь не окажут. И дальше будут грести всех подряд и выгружать в чистом поле. Как это повлияет на российское общество и на отношение к этой самой мобилизации и на ее дальнейшее развитие? Россия в том, что никак не повлияет. Повлияет на служащих пропагандистских систем, у которых появляется какая-то пища. Есть какой-то товар, который они могут перепродавать дальше. Вот они сейчас возьмут эти путинские речи и начнут торговать этим товаром. Они возьмут эти симоньяновские речи и начнут торговать этим товаром. Им же надо какой-то мяч гонять. Им надо выкладывать что-то такое на прилавок и на витрину. Вот будут выкладывать это. А люди, реальные, живые люди, будут сталкиваться с тем, что происходит в действительности. Что происходит на всех этих призывных пунктах стационарных и мобильных, что происходит в военкоматах, что происходит на сборных пунктах, куда привозят людей. Вы вот показывали всякие видео, незадолго до моего появления у вас в эфире. Так если я правильно понимаю, вы их показывали без звука? Со звуком. Со звуком. Да, ну, значит, просто мне было не слышно. Но вы показывали кому-то сильно урезанную. Вот я сегодня в своем Фейсбуке, в Телеграм-канале выложил полное, но там длиной минуты три примерно, видео из, если я правильно понимаю, откуда-то из Пермского края. Вот там люди на правильном русском языке рассказывают зрителям, что, собственно, с ними происходит. Когда их ночью привезли непонятно куда, в чисто поле и оставили без палаток, без печек, без еды. Просто автобус привез, выгрузил их и уехал. Автобусы, автобусы, целая вереница автобусов. Вот это реальная жизнь. Не то, что произносит Путин на заседании Совета безопасности. Это никуда не денется. Это будет продолжение. И мы видим, собственно, важные вещи. Вот мне кажется, что сегодняшняя новость, я, к сожалению, не знаю, вы уже рассказывали об этом зрителям или нет, когда чрезвычайно влиятельная, я бы сказал, грандама Дагестана по фамилии Айтматова обратилась к Путину с письмом. И письмо такое, я бы сказал, очень восточное. Оно полно бесконечных расшаркиваний, бесконечных каких-то поклонов, поцелуев, стоп и всякое такое. И всяких разговоров про то, какой великий и могучий наш фараон. Но сущность этого письма заключается в том, что это очень влиятельная, реально очень влиятельная женщина, которая является уже, я бы сказал, женой второго по счету муфтия Дагестана. Она была женой у одного из них. Он погиб в результате теракта. Она вышла замуж за следующего, который пришел на его место. И говорят о том, что она пользуется в Дагестане очень большим влиянием. И вообще неизвестно, кто управляет муфтиятом, реальный муфти или она. Поэтому ее письмо вещь чрезвычайно существенная. Так вот, по существу, если вот соскрести вот все эти слои масла, повидла и меда, которые она размазывает по своему письму, выясняется, что она говорит о том, мы не будем устраивать никакой мобилизации. Никакой мобилизации не будет. Пожалуйста, давайте сделаем так, чтобы мы сами определяли, кого отправить. Теперь мы вам через полгода дадим обученный, тренированный отряд, который мы сами экипируем и накормим. Это абсолютный хаджан и средин. Через полгода не будет либо ишака, либо падишаха. В общем, что-то там случится через полгода. В случае, это сообщение о том, что Дагестан отказывается от мобилизации. Так разваливается страна. Она разваливается на части, которые совершенно по-разному реагируют на эти сигналы сверху и совершенно разные. И в результате таким образом выходят из повиновения. Это то, что мы видим в реальности, в действительности сегодня. Сергей Борисович, еще немного к перспективам. Известно, что завтра Путин выступит с обращением. Это уже секрет Полишинеля, что будет в этом обращении. Он радостно поздравит с тем, что Россия присоединила какие-то украинские территории. Уже депутатам даже расслали приглашение на вот эти мероприятия с участием Путина. И там Путин где-то будет в центре Москвы, скорее всего, он тоже на них выступит. Как по-вашему, будет ли вот на это реакция в обществе и действительно ли она будет тотально положительной? Ну, потому что это же грабеж посреди Белого дня. Ладно Крым, но это исконно украинские территории, их присоединяют к России. Ну, это прям... Как ты сказал, как будто Крым не был грабежом среди Белого дня. Да, ну просто людей удалось, да, там как-то убедить, что Крым когда-то был, Хрущев там наделал ошибок, кто-то там делал ошибок, там, да, он российский. Ну, как-то еще удалось. Но Запорожье в принципе никогда, не какой-то Даниил Багров там не говорил, что вы мне еще за там, Запорожье ответите. Будет ли это нормально воспринято в обществе? Действительно ли это даст какие-то бестов Путину, на ваш взгляд? Я думаю, что сейчас наступил очень важный и интересный период, когда вот эти все сигналы, поступающие сверху, в виде речей Путина, в виде каких-то победных отчетов, в виде вот всех этих сообщений о референдумах, в виде всех этих бесконечных ток-шоу на федеральных пропагандистских телеканалах, входят в прямое соприкосновение, я бы сказал, в прямое столкновение с реальной действительностью, которая наконец достигла людей. Ведь то, что произошло, собственно, в момент объявления этой так называемой частичной мобилизации, это очень важное событие. Это тот самый момент, в стране не осталось больше людей, которые имеют реальную возможность говорить, это ваша война меня не интересует, я вне политики, пусть этим занимаются те, кого касается этой войны. Вот когда я тебе принесу повестку, тогда ты объясняешь, что ты вне политики. Вот в этом момент, нет, я не возьму вашу повестку, я вне политики. Нет, я не пойду в военкомат, потому что я вне политики. Нет, я не отдам моего ребенка или моего мужа, потому что я вне политики. Попробуйте это сказать. Вот это началось сейчас, и мы видим, что этот перелом случился, и дальше последствия его постепенно стекают вниз. Мы видим это во всяких чатах, я не знаю, домовых, родительских, соседских и всяких прочих. Ведь каждый российский пользователь интернета, а таких все-таки у нас подавляющее большинство, участвует одновременно в огромном количестве всяких местных, локальных, сугубо бытовых разговоров. Откуда до сих пор гнали эту тему? До сих пор никому не позволяли даже про это говорить. Загляните туда сегодня, вы увидите поразительную совершенно разницу. Вы увидите такую же разницу в разговорах на лавочке, в разговорах в пивной, в разговорах в очереди в супермаркете, в разговорах в курилке на работе, в разговоре возле кулера или возле кофемашины, в офисе, где там обычно люди разговаривают. Вы увидите, что ситуация радикально изменилась. И сегодня вот это становится, наконец, источником реальной информации, таким, каким это не было на протяжении предыдущего полугода. Пусть Путин посражается вот с этим. И интересно, что из этого получится. Поэтому я думаю, что вопрос больше так не стоит. Вот Путин сказал, и люди либо восприняли так, либо восприняли себя. Путин сказал, и люди начали обсуждать. Произошло событие, и это событие попало в разговор, во всеобщий разговор. Это, собственно, произошло после начала мобилизации. На мой взгляд, это совершенно новый этап, это совершенно новое состояние российского общества. И мы вправе ждать какой-то довольно серьезной эволюции. Сергей Пархоменко, журналист у нас в эфире. Сергей Варисович, спасибо огромное. Я полностью согласен с тем, что Сергей сейчас сказал. Потому что, если вы прочитаете мой пост в Фейсбуке, в Телеграме, свежий, который я сегодня опубликовал, буквально про это же идет речь. Потому что объявление войны 24 февраля очень многих не тронуло, а мобилизация пришла в каждый дом. И люди сейчас находятся в состоянии задавания вопросов. Поэтому наш призыв к сторонникам, к тем, кто в России, тем, кто за пределами России у нас. И социальные сети заключаются в том, что сейчас надо со всеми этими людьми разговаривать. У них глаза открылись, у них уши открылись в первый раз за 20 чертовых лет. И это довольно узкое окошко возможности. Потому что человек, он такой существует, он ко всему привыкает. И через месяц они найдут для себя ответы. Пропаганда их успокоит. Как-то они себе это объяснят. Привыкнут к жизни, когда там мужа отца сына куда-то забрали и где-то убили. Но сейчас уникальный момент для того, чтобы говорить с людьми. Показывать им правду, объяснять, кто их враг, кто во всех бедах виноват. Надо объяснять, что этого человека зовут Владимир Путин. Спасибо, что смотрите нас. Для того, чтобы мы продолжили свою работу, поддержите нас. Оформите спонсорство или нажмите кнопку «Спасибо» под этим видео. Внесите свой важный вклад в борьбу с пропагандой и лично Путиным. Продолжение следует... Продолжение следует...